Что касается болезней, желчекаменной болезни, то, понимаете, это как желчекаменная болезнь и холецистит, как мы называем, это как бы один из синдромов или симптомов желчекаменной болезни из-за галибов. Камни могут образовываться и в печени, и протоках желчных и так далее. Поэтому это одна из таких вот мер, наверное, профилактики этих заболеваний. Болезни в желчном пузыре, или камни в желчном пузыре, клюже мы об этом говорим, это, собственно, следствие болезни печени, ведь продуцируется, собственно, желчь, продуцируется печенью, понимаете, она уже оттуда истекает, как бы образуется в желчном пузыре оттуда, ведь смысл в желчном пузыре, его функции, смотрите, вот мы поели много пищи, включается желчный пузырь или там жирная пища, то есть он дает, ну, грубо говоря, дополнительную порцию желчи для нормального усвоения, собственно, пищи, которую я поел или вы поели вечером. Если это много пищи, ну так, грубо говоря, тогда выдаётся большая порция желчи, понимаете, если меньше вы поели, то меньше этой пищи, понимаете, как бы меньше желчи. Поэтому речь идёт о том, что нормальном функционировании желчного пузыря нужен нормальный, ну, как объяснить, нормальный образ и нормальное питание. В данном случае в Киеве есть даже целый институт питания, где, в общем-то, разрабатываются соответствующие диеты, еда, балансировка и так далее, также и продукты, которых мы приобретаем в супермаркетах. То есть надо просто тупо следовать этим принципам, которые уже лет 50-60 они разработаны, в том числе и на Украине. Я думаю, что самое главное, профилактика – это, ну, нормальный образ жизни, собственно. Наверное, и спор же тут имеет значение, потому что человек бегает, динамично дышит, знаете, в общем-то, понимаете, не я это придумал, активный образ жизни, в общем-то, он продлевает жизнь.